Не обошелся одним рейсом медицинский поезд «Академик Федор Углов». Сейчас он курсирует по Иркутской области, чтобы как нужно больше жителей поставили прививку от коронавируса. Сейчас передвижной консультативно-диагностический центр отправился в очередную поездку, чтобы люди получили второй компонент вакцины. Новое и жизненно необходимое для качественной работы оборудование поступило в Ивано-Матрюнинскую детскую больницу. В медучреждении появился современный наркозно-дыхательный аппарат. Этот прибор позволяет делать анестезию даже недоношенным младенцам, чей вес не превышает 400 граммов, а рост 20 сантиметров. Новейшая система поможет иркутским врачам безопасно выполнять самые сложные операции для малышей. Аппарат, к тому же, более удобен в использовании, чем предыдущие варианты. Больница давно нуждалась в таком оборудовании, и появилось оно благодаря помощи благотворительного фонда Юрия Тена. Хотя выполнить эту важную социальную задачу было непросто. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, аппарат значительно подорожал. Тем не менее, найти необходимую сумму удалось. Часть денег были собраны, часть добавил попечительский совет фонда. Цена выросла за эти месяцы в два раза на это оборудование. То есть, изначально он стоил, этот аппарат, ну, около 8,5 миллионов рублей. Сейчас он стоит около 18 миллионов. Этот аппарат, он будет работать для нескольких поколений наших маленьких иркутян. То есть, это самое современное, самое высокоточное оборудование. Мы очень близко приблизились к черте, когда стали выполнять операцию у младенцев, которые имеют очень маленькую массу тела. Масса тела составляющая меньше 1 килограмма. Это так называемые младенцы экстремально низкой массой тела. Существующая наркозная аппаратура не позволяла выполнять операцию у таких пациентов. И анестезия у них была достаточно опасным делом. Появление этого аппарата, конечно, расширило границу хирургии. Продолжение следует...